Итак, дамы и господа, всем привет! Сегодня у нас конденсаторный, если я правильно выражаюсь, микрофон. И выглядит он примерно вот так. Единственное, что вначале хочу сказать, посмотрите на то, что на нем написано. Его модель. А его модель, ребятки, знаете какая? Правильно, в конце буковочка L. Давайте поближе рассмотрим. Итак, ребят, ну во-первых, как я и говорил, давайте мы посмотрим на вот эту вот циферку. Смотрите, написано, ребят, модель K669L. Я покупал другой микрофон, я покупал Fifine K669 и ни в коем случае не L. Но вот эта вот аббревиатура меня немножко ввела в ступор. Я решил посмотреть, есть ли такая, чем отличается от обычного K669. И вы знаете, я не нашел такого вообще в принципе. Ну что ж, ребят, давайте посмотрим, что это такое. В любом случае, я покупал в Valberis. Как вы понимаете, как только я вышел за пределы этой конторы, я уже не могу его вернуть. Ну, только по гарантии, ребят. Странная тема, но вот по факту это так. Вскрываем, давайте, вскрываем, ребят. Все делаем в абсолютно прямом эфире. Раз. И второй, видите, вот целенький тоже. Второй вскрываем. Так. Оп. И второй у нас тоже вскрыт. Хорошо. Открываем. Оп. И мы что видим? Мы видим здесь какая-то вот у нас штуковина. На ней написано. Дайте самому посмотреть. FIFINE, технологии. И вот у них маркировка даже идет. 669, 669B, L, G и S. Здесь у нас идет инструкция такая, довольно большая. Она идет на английском языке, к сожалению, ребят. Но, довольно подробно, я думаю, и так можно справиться. Здесь дальше идет вот такая вот штуковина. Это у нас пластиковая такая вот, ну не пластиковая, ну сами знаете, что это, поролон. И вот такой вот микрофончик. А микрофончик, ребят, у нас именно тот, который я заказывал. Синенький. Что же у нас входит в комплект? В комплекте у нас вот здесь открываем, достаем треножку. Тренога у нас небольшая. Вот она, даже не пришлось рвать. Тот же самый, ребят, пластиковый, абсолютно пластиковый резьба. Пластиковая резьба. Получается как-то так вот мы его должны фиксировать. То есть он, в принципе, может быть и выше за счет вот этого и ниже. Не скажу, что ножки прям такие вот хорошие. Они скользят довольно по моей поверхности, довольно спокойно скользят. Как-то так это выглядит. Ну, в общем, можно что-то сделать. Дальше у нас здесь вот коробочка. В этой коробочке... Ух ты, ребят! Волос! Волос, ребят! Что за хрень? Нафига нам волос, ребят? Что за... Вот как понимать, ребят? Я не знаю, что это такое. Волос. И у нас здесь идет кабель с микрофоном. Дальше нам оставили... Обратите внимание, внизу коробочки нам оставили какой-то отпечаток. И вот у нас здесь сам микрофон. Смотрите, на микрофоне какое вот здесь вот пятно. Какое пятно должно быть видно. Вот именно вот в этом месте прям... Ух ты! Оно уже уходит. Его уже нет. Странно. Выглядит... Ничего не трясется. Вроде все хорошо. И давайте я его скручу. Сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Ну, в общем, ребят, как-то так. Вот так у нас здесь он выглядит. Я, к сожалению, не влазю здесь вот туда. Но, в общем, что в нем интересного? Он у нас крутится по своей оси вокруг. Здесь мы видим у него всего лишь один... Вот у него такая вот крутилка, да? Которая увеличивает, собственно говоря, мощность. Ну, крутится оно так довольно приятно. Как будто настоящий дорогой. Дальше, что у нас еще есть? Вот так вот он у нас становится. И, в принципе, я, честно говоря, думал, что он будет несколько больше. Но, по факту, он у нас получился вот такой. Наверняка вы все слышали уже. Ничего не дребезжит, ребят. Ничего не стучит. Ему очень много лет. И он очень долго продается на рынке. Вообще. Китайщина. Полная китайщина. Но, вроде как, один из лучших микрофонов. Вообще, в принципе, наверное, по такой цене. По недорогой цене до 2000 рублей. Скажем так. Не знаю. Я его еще не пробовал. В эксплуатации обязательно попробую. И вам, ребят, наверняка напишу. Если вы, конечно, сделаете... Ну, попросите в комментариях написать, как он вам. Как он работает. И я с удовольствием напишу. На этом все, ребят. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok